здравствуйте уважаемые гости подписчики моего канала и всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал ставите лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также пишите запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны если вам понадобится индивидуальная консультация по данным видео находится номер телефона пишите на вайбер либо же на ватсап также если кого-то заинтересует курсы таро пишите смс-сообщение получите подробную информацию есть ссылки на дополнительные мои каналы меня попросили сделать расклад на леонардо дикаприо дело в том что леонардо дикаприо был также замечен с пиедиде а также он участвовал на вечеринках на острове эпштейна леонардо дикаприо очень многие нравится как актер как талантливый человек я сейчас хочу посмотреть что же что же он там делал как он туда попал перед этим я конечно же посмотрела его дату рождения и я могу так сказать он очень ранимый в глубине души человек да его сознание очень ранимая для него очень важно понять других для него очень важно коммуникации с другими людьми его очень легко обидеть его счастье конечно же заключается в том чтобы нравиться другим и ни в коем случае не замыкаться еще посмотрела и увидела в такие в нем черты он вы знаете я бы так сказала что он где-то как-то может быть холодный бисексуал могу даже так сказать он долгое время состоял в отношениях жезель бюндхен в итоге они расстались посмотрела их совместимость не очень у них удачная совместимость на первом этапе до любовь страсть но тем не менее они очень разные а очень разные и могли друг друга как то недопонимать обидеться если они например внутри ссорились это пока я нумерологически смотрю внутри семьи какие-то просто происходили конфликты они очень долго приходили к тому чтобы примириться и так первое давайте посмотрю в каких он отношениях был в педите что он там делал вообще как бы его отношения к педите и так леонардо дикаприо его отношения с педите как он попал на остров эпстейна его вообще отношение его роль на этом острове давайте сначала так посмотрю а потом вы знаете я бы так сказала скорее всего было принято это считалось у них хорошим тоном чтобы быть знакомым на дружеской ноге с педите потому что педите имел определенную власть и воздействие но можно сказать на на всю индустрию в том числе в его руках были не только певцы но также и актеры но я бы так могла сказать это мафия с которой нужно было дружить да и он дружил он взаимодействовал что он делал на острове развлекался он на острове развлекался ему нравилось там бывать так участвуя на этих вечеринках и там и там его ну так могу сказать его поведение какое было у него поведение что он там делал отдыхал опять-таки веселился получал удовольствие получал подарки получал помощь одни пентакли и семерка кубков говорит о том что человек находился в расслабленном состоянии он там отдыхал и душой и телом могу даже так сказать состояние было несколько измененное конечно он употреблял хочу задать вопрос имела ли дико при отношении с несовершеннолетними имел ну я так могу сказать здесь все было с одной стороны по согласию а с другой стороны этой всей ситуации опять-таки руководил руководили определенные люди до до расслабляются отдыхают как хотят потому что очень много денег очень много возможностей также давайте посмотрю жезель бюнтхен причина их расставания так здесь сразу две идут есть недопонимание предательства я хочу сказать что была измена вы знаете здесь кстати идет выпадает тройка мечей и королева кубков скорее всего здесь была измена есть недопонимание нежелание больше над этими отношениями можно так сказать работать новых отношения кто-то вмешивается а вот то что я могу видеть скорее всего даже леонардо очень сильно зависел от мнения тех людей с которыми он мог чем-то делиться вновь идет любовный треугольник и могу так сказать что здесь скорее всего жезель тоже могла быть замешана в измене полностью идет обнуление старший аркан шут говорит о том что люди исчерпали друг друга отношения вышли на тот уровень когда никто никому не относился серьезно свободные отношения она сама по себе он сам по себе и в общем то они дали настолько друг другу свободу это было так а давай-ка мы с тобой отдохнем друг от друга ну до такой они степени до отдыхались что в общем то в итоге у каждого из них уже пошла другая как говорится новая личная жизнь все они исчерпали себя вообще можно так сказать хочу посмотреть задать вопрос что сейчас дикаприо происходит на фоне всех этих конфликтов скандалов и разоблачений как он эмоционально себя чувствует и переживает ли он можно так сказать за свою карьеру потому что есть такое предположение что действительно голливуд может рухнуть и но и информация если выльется то это будет сенсация что с ним сейчас на данный момент с леонардо дикаприо происходит его эмоциональное такое психо эмоциональное состояние вы знаете он в напряженном состоянии находится я кстати могу сказать он сейчас возможно даже и не один у него есть отношения но он очень надеется на покровительство какого-то человека потому что у него есть опасения да у него есть опасения что информация может просто вылиться ниагарским водопадом и они все там замешаны понимаете все тогда будет обнародовано то что то что так долго скрывалась так что еще какие есть плюсы и какие есть минусы вот пока я не вижу чтобы он ну он может знаете так иногда расслабляться но я не вижу что пока он чтобы находился в очень депрессивном состоянии вы знаете он куда-то уехал возможно он находится сейчас где-нибудь на какой-нибудь отдаленной своей вилле и ведет такой знаете скромный образ жизни у него есть покровитель у него есть покровители на которых он надеется в состоянии все-таки ожидания находится полон надежд все-таки что его имя не будет запачкано покровители у него достаточно кстати он понимает что о нем вспомнят как раз таки в последнюю очередь перед ним стоят более люди можно так сказать такого ранга которые что-то связано с политикой политики если полетят и голова тогда уже как говорится полетят головы и остальных хочу еще задать вопрос один склонен ли дикаприо к тому чтобы лишить себя жизни совершить суицид склонен до он склонен если только его прижмут он не пойдет под суд могу так сказать карта семерка мечей старший аркан повешенной и тройка пентаклей если у вас данному раскладу есть комментарии напишите пожалуйста я вам всем желаю мирного неба над головой берегите себя берегите своих детей берегите себя 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 бер